Потому что, видите, пропал звук Мирополис и что-то обвалилось в комнате, в которой мы вещаем для соцсетей. Просьба в чате, которая у нас с вами есть сейчас, те, кто остался слушать, да, и те, кто слушает информацию, поставьте, пожалуйста, плюсики просто, да, что вы слышите, видите. Потому что, ну вот, технические неполадки, у нас сегодня был сбой в интернете немножко раньше, вот, сейчас всё повторяется, да. Итак, друзья, если меня слышно-видно, ещё раз прошу поставить свои плюсы. Вот мы же с вами будем продолжать двигаться по информации сегодняшнего вебинара. Ну, бывают сбои, ещё раз прошу прощения. Итак, коллеги, то есть вы видели ролик, который демонстрирует нам, продемонстрировал, что из себя представляет технология под названием Transnet, так мы её называли, то есть следующий шаг развития человечества, да, то есть следующий технологический уклад, следующая веха в развитии мировой паутины, да, ну, мировую паутину под названием интернет мы с вами знаем давно, а это мировая паутина перемещения грузов и людей по планете Земля, которая в себя впитает все преимущества технологий под названием интернет, потому что в любой уголок земного шара сегодня можно довести те прелести цивилизации, которые мы с вами используем в больших городах. Это и высоковольтная линия электропередач, это высокоскоростной интернет, ну и, конечно же, интернет будет принимать участие в том, что многие сигналы, скажем, по, скажем, работы системы Transnet, да, планируется построить не один миллион километров дорог на территории земного шара. И, как говорит генеральный конструктор струнных технологий Анатолий Дардачу Ницкий, эта дорога единожды построена, может служить человечеству не менее 100 лет, что очень выгодно, да, то есть не нужны никакие амортизационные расходы по ее поддержанию в работоспособном состоянии. Кстати, то, что мы видим, то, что происходит на железных дорогах автомобильных, да, раз в два года перекладывается асфальт, раз в два-три года перекладывается, подсыпается щебенка под рельсы и так далее, так далее, это происходит то, что вот я вижу в своей жизни, фактически на протяжении последних, ну, годов, наверное, 15-20, то есть у нас больше денежных средств затрачивается не на строительство новых дорог, да, а на ремонт тех, которые у нас уже используются, к сожалению. В той же Скандинавии, например, при тех же равных условиях, что у них тоже бывает зима долгая и так далее, так далее, да, дороги строятся там на 20 лет, и их не надо перестраивать, переделывать и прочее. У нас, по всей видимости, с точки зрения получения каких-то откатов и строительства дорог в удобных местах, где они уже есть, да, они строятся на год, на два, на три в лучшем случае, и по новой, скажем так, начинается строительство дорог в том месте, где они уже есть, вместо того, чтобы развивать инфраструктуру автомобильных, железных дорог и так далее. Ну, как я вам сказал, транспорт Skyway, он призван решить те вопросы, которые у нас существуют в транспортной отрасли, да, и вот тут у нас в презентации, в самой, было несколько слайдов, которые демонстрировали преимущество технологии над теми транспортными системами, которые мы используем ежедневно в своей жизни, да, но я бы вам предложил сейчас всем посмотреть презентационный ролик, который не так давно сделан специалистами нашей компании, вот, который покажет наглядно, да, что из себя представляет технология Skyway, какие преимущества, в каком направлении по сравнению с теми системами, которые мы с вами используем каждый день. Ролик займет, ну, порядка 10 с небольшим минут, поэтому запаситесь терпением, посмотрите его, то есть потом я вам скажу, где легко можно будет найти его для того, чтобы в дальнейшем использовать, демонстрировать кому-то из своего окружения. Сейчас же я включаю ролик, оставляю вас на 10-11 минут самих, а потом будем с вами общаться дальше. Skyway в сравнении с другими видами транспорта. Транспортная система Skyway оптимальна, эффективна и безопасна. Анатолий Эдуардович Юницкий. Skyway – транспортно-инфраструктурный комплекс на втором уровне. Благодаря анкерным опорам, расположенным через 2-3 километра и более, и промежуточным опорам, расположенным через 40-60 метров и более, путевая структура всегда располагается над поверхностью Земли. Транспортная эстакада предназначена для перемещения специального подвижного состава, снабженного противосходной системой. Практическая реализация проекта Skyway ведется в городе Марьногорка, Республика Беларусь. Экотехнопарк, расположенный на площади 36 гектаров, является центром практической реализации и сертификации струнного транспорта Юницкого. Сейчас тестовые испытания проходят городской и грузовой транспорт. Продолжаются приемочные испытания 48-местного берельсового юнибуса Ю4-220Т2, в ходе которых специалистами проектной организации устанавливается соответствие технических характеристик транспортного средства расчетным параметрам. Вывод подобного транспортного средства на транспортную линию позволяет в час пик значительно увеличить ее производительность в обе стороны и довести этот показатель до 170 тысяч пассажиров в час. Еще больше о проекте Skyway вы можете узнать на официальном сайте Skyway Capital, перейдя по ссылке skyway.capital. Если сравнивать капитальные затраты, необходимые для одного километра дорог, то самыми дорогостоящими являются затраты для строительства поездов на магнитной подушке и подземного метро, где стоимость одного километра дороги составляет 100 миллионов долларов. Далее следует легкое метро, где капитальные затраты на один километр составляют 70 миллионов долларов. 50 миллионов долларов нужно для монорельсовой дороги. Такие виды транспорта, как автомобильный, трамвай, канатная и железные дороги, примерно равны по капитальным затратам, которые составляют 10 миллионов долларов на один километр. Skyway в этом ряду является самым низкозатратным, так как требует всего 5-7 миллионов долларов на один километр. Низкие капитальные затраты обусловлены следующими факторами. Композитный струнный рельс высокопрочный и долговечный. Рельсо-струнная эстакада специальной конструкции в десятки раз легче и дешевле традиционных решений. Отсутствует необходимость строить сплошное дорожное полотно. Возможность того или иного вида транспорта осуществлять перевозки в большинстве случаев оценивают величиной пропускной способности. Поговорим о пропускной способности Skyway. И для примера рассмотрим один из вариантов подвижного состава. Unicar U4 430 T3. Неоспоримыми достоинствами которого являются Компактность транспортного средства. Интервал движения от 2 секунд или 50 метров. Автоматическая система управления и пассажиропоток более полутора миллионов человек в сутки. Пропускная способность транспортной системы и подвижного состава Unicar U4 430 T3 18 пассажиров в секунду. 1080 пассажиров в минуту. 64 800 пассажиров в час. Полтора миллиона пассажиров в сутки. 45 миллионов пассажиров в месяц. 540 миллионов пассажиров в год. Если сравнивать усредненную пропускную способность современных перевозчиков, то видно, что канатная дорога, например, способна переместить в час 5 тысяч пассажиров. Трамвай также 5 тысяч. Автобусы перемещают в среднем 7 тысяч пассажиров в час. Монорельсовая дорога 9 тысяч. Легкое метро 20 тысяч пассажиров. Пропускная способность подземного метро 50 тысяч человек в час. Напомним, что у Skyway пассажиропоток в среднем 60 тысяч человек в час. Скорости движения нормируют для обеспечения безопасности и эффективной эксплуатации подвижного состава, рационализации использования труда водителей и сокращения затрат времени пассажиров на поездки. Для канатной дороги максимальная скорость составляет 40 километров в час. Скорость трамвая не превышает 80 километров в час. Так же, как и автобуса, осуществляющего городские перевозки пассажиров. Это 80 километров. Монорельс работает со скоростью 60 километров в час. Легкое и подземное метро перевозит пассажиров с запустимой скоростью 80 километров в час. Расчетная допустимая скорость струнного транспорта Юницкого для городских перевозок пассажиров составляет 150 километров в час. Место лидера в скорости движения Skyway обеспечил себе за счет низкого аэродинамического сопротивления. Обособленной конструкции эстакады. Особой конструкции стального колеса и рельса. Автоматизированной системы управления. Минимального интервала движения. Skyway и канатная дорога. Давайте сравним основные характеристики. Средняя скорость канатной дороги 21,6 километров в час. Скорость движения Skyway по городу 150 километров в час. Длина трассы канатной дороги от 2 до 5 километров. Skyway 300 километров и более. Принцип движения канатной дороги. Двигатель тянет канат и кабинки. Принцип движения Skyway – самоходный подвижной состав на стальных рельсах. Канатная дорога. Каждые 6-8 лет требует полной замены канатов. Срок службы путевой структуры Skyway до 100 лет. Подвижного состава 25 лет. Рассмотрим подобные характеристики, сравнив Skyway и метро. Капитальные затраты на 1 километр у метро составляют от 100 миллионов долларов. Skyway – 5-7 миллионов долларов. Для метро необходим отдельный путь в тоннели и подземные станции. Отдельный путь Skyway легко встраивается в городскую застройку. Вместимость метро. Поезд 5 и более вагонов, по 100 и более пассажиров. Длина перрона не менее 150 метров. Вместимость подвижного состава Skyway. Юнибайки на 2 пассажира. Юникары на 6 человек. Юнибусы вместимостью 24 человека. Длина перрона от 6 метров. Максимальная скорость метро – 110 километров в час. Skyway – 150 километров в час. Средняя скорость движения метро – 32-42 километра в час. Skyway – 70-80 километров в час. Интервал движения поездов в метро – 2-8 минут. Skyway – 15-20 секунд. При необходимости минимальный интервал может составить 2 секунды. Срок окупаемости метро – более 40 лет. Skyway – 5-7 лет. К тому же, по мнению экспертов, например, московское метро не приспособлено к нынешнему пассажиропотоку. И если на нескольких линиях произойдут технические неполадки, оно попросту встанет. Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте Skyway Capital, перейдя по ссылке skyway.capital. Грузовые транспортные комплексы Skyway имеют ряд преимуществ по сравнению со всеми используемыми сегодня системами. Способность перевозить любые грузы делает Skyway очень привлекательным на рынке грузоперевозок. На представленной таблице видно, что по времени доставки Skyway уступает только авиаперевозчикам, тогда как цена за перевозки самая низкая, и такое предложение не может не заинтересовать потенциальных заказчиков. Грузовой Юнитранс – это замкнутый конвейер на колесных парах с разворотом в горизонтальной плоскости. Сравним его с традиционным конвейером. Длина конвейера 5-10 км. Длина Юнитранса – до 500 км. Уклон конвейера до 10%, Юнитранса – до 15%, а при специальном исполнении – до 30%. Скорость транспортировки груза по конвейеру до 14 км в час. Скорость Юнитранс достигает 36 км в час. Срок службы ленты у конвейеров до 2 лет. У Юнитранс – до 25 лет. Себестоимость контейнерной перевозки от 2,4 центов за транспортировку одной тонны груза на один километр. У Юнитранс такая перевозка будет стоить от 0,6 центов. Рассмотрим характеристики контейнерных перевозок. Сравним стоимость строительства, затраты на эксплуатацию и загрязнение окружающей среды. Для сравнения используем автотранспорт, железнодорожный транспорт и транспортную систему Skyway. По стоимости строительства лидирует автотранспорт. Вдвое меньше затраты на строительство железнодорожного полотна. И стоимость строительства Skyway для контейнерных перевозок в 3 раза ниже, чем для автомобильных, и в 2 раза ниже, чем для железнодорожных перевозок. В затратах на эксплуатацию также самым дорогим оказался автомобильный транспорт. В 2,5 раза меньше нужно для эксплуатации железной дороги, и в 5 раз меньше для Skyway. По загрязнению окружающей среды автомобильный транспорт самый вредоносный. В 3 раза меньше него наносит вред экологии железнодорожный транспорт. Skyway является самым экологичным транспортом. Негативное влияние автомобилей на окружающую среду очевидно. Двигатели внутреннего сгорания, на которых работают все автомобили, за время своей работы сжигают просто огромное количество нефтепродуктов разной степени очистки. Это наносит вред окружающей среде и в первую очередь атмосфере. Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнения воздушной среды, водной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Разработчики Skyway предлагают уникальное решение для перевозки 20-40-футовых контейнеров. Без перегрузки, с помощью специальных модулей. В основе деятельности Skyway лежит создание максимально экологичной технологии. Операционные затраты. Сравним затраты пассажирского транспорта и Skyway. От 30 до 45% затрат пассажирского транспорта составляет заработная плата. Эта статья расходов у Skyway занимает от 5 до 15%. Затраты на топливо у пассажирского транспорта 30-50%, у Skyway 5-15%. Амортизация пассажирского транспорта 10-20%, у Skyway 5-10%. Прочие расходы у Skyway также ниже в 1,5-2 раза. Если обобщить все приведенные выше цифры, то становится очевидным, что операционные затраты Skyway в 2-5 раз меньше, чем у традиционных пассажирских систем. Это обусловлено экономией заработной платы за счет автоматизированной системы управления. Экономией за счет снижения расчета электроэнергии, меньшими затратами на обслуживание и ремонт. Расход энергии. Сравним расход энергии современных перевозчиков с транспортной системой Skyway и разместим транспорт в таблице «В сторону убывания». Итак, канатная дорога является самой прожорливой. Ей требуется энергии в 8 раз больше, чем для Skyway. Для поезда на магнитной подушке в 6 раз. Для авиатранспорта в 4 раза больше, чем для Skyway. Автотранспорт по энергопотреблению приближен к авиатранспорту. Железнодорожный транспорт расходует энергии в 1,5 раза больше, чем Skyway. Сравнив данные, становится очевидным, что Skyway является самым энергосберегающим перевозчиком. Экономия электроэнергии обеспечена за счет инновационных технических решений. Низкого аэродинамического сопротивления. Применение стальных колес и стальных рельсов. Рекуперация энергии и торможения. Возможности использования возобновляемой энергии. Skyway – это также развитие энергетики и связи. Одним из основных компонентов струнной транспортной системы является струнный рельс, который состоит из стальной головки рельса, струны наполнителя, корпуса рельса, канала для коммуникации. На конструкции рельсов, их креплений, технологию строительства и монтажа автором технологии получены российские и зарубежные патенты. Более 50 штук. Безопасность дорожного движения – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью людей во всем мире. Аварийность автомобильного транспорта превышает несчастные случаи от всех иных транспортных происшествий – самолетов, кораблей, поездов и так далее вместе взятых. Аварии на трамваях случаются в два раза реже. Затем идет канатная дорога, которая по степени безопасности превосходит трамваи. Подземное метро занимает четвертое место. Особенно опасны в метро массовые происшествия – сход вагонов с рельсов, пожары, давка на эскалаторах, столкновение поездов. Много людей, запертых в замкнутом пространстве, поддаются панике. Это способствует увеличению числа пострадавших. Легкое метро по безопасности такое же, как подземное. Монорельсовая дорога наиболее безопасна из всех. Скайвей по безопасности приближен к монорельсовой дороге. Экологичность. Если привести примеры в процентном соотношении, то автомобильный транспорт загрязняет окружающую среду на 1250%. Монорельс на 300%. Железнодорожный транспорт на 250%. Поезда на магнитной подушке на 250%. Скайвей несет в себе 50%. Экологичность транспортной системы Скайвей определена минимальным землеотводом, сокращением выбросов в атмосферу, экономией ресурсов, сохранением природы. Для получения более подробной информации можете пройти на сайт фонда Skyway Capital и ознакомиться с рядом других видеороликов, которые помогут ответить на все ваши вопросы. Итак, друзья, вы посмотрели ролик о сравнении технологии Skyway с другими видами транспорта. Я думаю, этот ролик вам наглядно показал преимущества технологии в направлении сравнения и с метро, и с железнодорожным транспортом, и с подвесной канатной дорогой и так далее. По таким показателям, как экономичность, энергетическая эффективность, скорость и так далее. Именно с такой технологией мы сегодня имеем дело. Именно эту технологию в 2013 году было принято решение выводить на мировой транспортный рынок посредством системы краудинвестинга. Краудинвестинг, когда Юницкий после долгих лет, после 30 с лишним лет, работает традиционным путем, где он обращался к государственным различным службам, администрациям, то есть к людям мира бизнеса, у которых есть деньги, с целью привлечь деньги для финансирования строительства, скажем так, испытательного участка, на котором он мог продемонстрировать возможности своей технологии, и в дальнейшем приступить к строительству после сертификации данной технологии во всех сегментах транспортного рынка, приступить к строительству адресных проектов, которые в итоге будут приносить прибыль. Было принято решение двигаться по схеме краудинвестинга. Почему? Потому что вот тот транспорт, о котором вы сейчас посмотрели два ролика, нужен в первую очередь кому? Не чиновникам, не людям мира бизнеса, у которых есть даже свои частные самолеты, либо яхты, там, или что-то еще. Возможно, у кого-то есть даже свои собственные поезда, да, как, например, руководителю Северной Кореи. Вот, я думаю, многие из вас помнят, когда еще его отец приезжал на территорию Российской Федерации для того, чтобы провести переговоры, он через всю страну ехал в бронепоезде, это его личный поезд. Ну, бог с ним. То есть, нам с вами нужен транспорт, который нам позволит перемещаться быстро, комфортно, заметно дешевле, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Транспорт, который не загрязняет окружающую среду. И все это нас ведет к тому, что мы, если будем использовать данную транспортную технологию, уйдем от всех тех негативных явлений и моментов, которые нам дает транспорт, используем и сегодня, и, соответственно, мы сможем передать данную планету, данную нам, да, на которой мы сейчас с вами живем, своим детям, внукам, правнукам, то есть, передать ее потомкам. И передать ее более чистой, скажем так, ситуации на планете, наверное, более доброй, чем она есть сейчас. Потому что данная технология, вот нагло можно заявить, она может объединить весь мир, она может объединить людей. Интернет, к сожалению, не стал объединяющей технологией, потому что появилось, как много и полезного, да, с использованием технологий интернета и информационных технологий, так и много бесполезного и вредного. То есть, я считаю, что разъединение людей стало большим, чем это было сто лет назад. Но бог с ним. Итак, инновационные технологии, выводимые на рынок посредством системы краудинвестинга. То есть, когда-то было предложено отдельно взятому физическому лицу, человеку, проживающему в разных уголках земного шара, стать собственником данной технологии, инвестировав по возможности то количество денежных средств, которым комфортно инвестировать в наш проект. То есть, у нас существует целый ряд пакетов и по, скажем так, вашим способностям, по размерам вашего кошелька вы можете сделать инвестицию, стать собственником технологии. Существует 15-й этапный план развития. Первый этап начался с января 2014 года. Продлился определенный промежуток времени. На каждом этапе предусмотрено определенное количество работ, которые необходимо выполнить, чтобы приблизить момент сертификации транспортных средств, демонстрации, сертификации транспортных средств, в дальнейшем получение заказов от тех частных структур либо государств, которые хотят построить дороги на своей территории. И в дальнейшем те люди, которые стали совладельцами технологий на данном этапе, стали дольщиками, можно так сказать, купили какое-то количество долей, технология начнет приносить пользу человечеству, соответственно, появятся люди, которые захотят приобретать доли данной компании, это уже будут акции, и вы в дальнейшем можете от продажи тех пакетов долей на выгодных условиях, купленных вами на этапах создания строительства экотехнопарка, либо вы можете дождаться дивидендов, не продавая те доли, которые у вас есть. Если этих долей больше, соответственно, 20% от прибыли компании в будущем от любого адресного проекта будет распределяться между теми людьми, которые стали собственниками технологии. То есть это очень выгодные условия. Конечно же, на первых этапах развития технологий дискон был, или уровень доходности по пакетам, или отличие существующей стоимости долей от номинальной стоимости, а номинальная стоимость одной отдельной взятой доли – 1 доллар США, и мы, скажем так, семимильными шагами уже идем к тому, чтобы прийти к той ситуации, когда эта доля и будет стоить 1 доллар. Потому что когда мы начинали движение в 2014 году, уровень доходности составлял 1000 раз на втором этапе развития компании. Это составляло от 250 до 1500 раз. А сейчас, на сегодняшний момент, мы находимся на 12 этапе развития, который, скажем так, не за горами, возможно, уже закончится скоро и 12 этап, где уровень доходности на минимальном пакете стоимостью 15 долларов составляет 17 раз, а на максимальном пакете стоимостью 150 тысяч долларов он составляет 80 раз. Когда-то максимальный пакет стоимостью 150 тысяч долларов приносил владельцу этого пакета дискомптом полторы тысячи, а на первом этапе и более. Вот то, к чему мы идем. Как я сказал, каждый этап подразумевает выполнение определенного количества работ, соответственно, на эти работы нужно финансирование. И вот посредством привлечения денежных средств системы краудинвестинга и финансирования тех работ мы перемещаемся с этапа на этап. Рисковость инвестиций в наш проект с каждым этапом становится все меньше и меньше. Хоть мы и по-прежнему остаемся венчурным проектом, но сейчас как раз-таки мы с вами поговорим об итогах того, что сделано до сегодняшнего дня. В субботу генеральный конструктор технологии Анатолий Дардович Леницкий делал доклад о том, что проделано, о том, что мы имеем на сегодняшний день и о тех перспективах, которые нас ждут в ближайшее время. Все мы, конечно, ждали, скажем так, информацию о потенциальных адресных проектах. Сейчас мы об этом с вами немножко и поговорим. Итак, что на сегодняшний день мы имеем? То есть по сравнению с 2014 годом, представьте себе, когда не было ничего. То есть 36 гектаров земли. Это та земля, которая была получена в 2015 году, на которой сегодня у нас строится экотехнопарк. На сегодняшний день компания владеет своими собственными производственными цехами, на территории которых стоит современнейшее оборудование и современнейший станочный парк. То есть высокоточные станки, которые покупаются в европейских странах и за океаном. И, кстати, вы можете зайти в раздел новостей и почитать, скажем так, о том оборудовании, которое устанавливается на производственных площадях компании Skyway. Дальше. Мы имеем свое собственное четырехэтажное здание. Но почему это важно? Потому что вот за эти четыре года, то, что я сотрудничаю с компанией, я помню, первый офис у нас в городе Минске нашего конструкторского предприятия находился на улице Замковой. Это в центре города Минска. Там было три этажа четырехэтажного здания и там был еще подвал. То есть одно было подвальное помещение, два из четырех этажей было под конструкторское бюро группой компании Skyway. Далее потом у нас компания переехала в здание Титан, это на проспекте из Дзержинского. Там тоже было четыре этажа высотного здания современного и так далее. Но вот в итоге мы пришли к тому, что сейчас на улице Чеботарской, дом 7, в промышленном районе города Минска у группы компаний Skyway есть свое собственное четырехэтажное офисное здание, в котором размещены сегодня уже более 600 человек только инженерного состава. Там у нас еще есть бухгалтера, экономисты и так далее. Всего уже речь идет порядка 700 человек. В 2014 году в июне месяце появились первые сотрудники конструкторского предприятия в Республике Беларусь. То есть за это время порядка 700 человек сегодня трудятся на территории Республики Беларусь, в городе Минске и в Минской области, недалеко от города Марина Горка, где находится Экотехнопарк, над реализацией нашей технологии. И все это благодаря системе краудинвестинга. Вот такой вот инвестпроводящей еще называют системе, которая привела нас к таким результатам. Далее. Сегодня на территории Экотехнопарка общая протяженностью 4 километра мы имеем 5 тестовых участков. И грузовой, и городской транспорт, и легкий транспорт, скажем так, тем более юнибайк это тот вид транспорта, который когда начался проект, о нем даже еще никто не думал. Скорость, скажем так, создания юнибайка чуть больше года. От идеи до конечной демонстрации уже рабочего транспортного средства на выставке «Инотранс», которая прошла у нас в 2016 году в Берлине. И которая будет, кстати, в 2018 году, также в сентябре, где будет представлен уже высокоскоростное транспортное средство, которое говорил Анатолий Дарчуницкий. Семейное транспортное средство, которое будет разгоняться до скорости свыше 500 километров в час, шестиместное для начала, потом уже будут речи вестись о более, скажем так, вместительных, высокоскоростных транспортных средствах. Итак, 5 тестовых участков. 6 транспортных средств на сегодня, которые были изобретены, скажем так, прошли обкатку, и 4 из них сертифицированы. Это тот же самый «Юнибайк», это подвесной «Юнибус», берельсовый «Юнибус», высокоскоростной «Юнибус», который сейчас разрабатывается. Двухместный подвесной «Юнивинт» – это, скажем так, новое транспортное средство, которое буквально за месяц-полтора было построено еще одна путевая структура на территории «Эпотехнопарка». Это сверхлегкая путевая структура, которая, скажем так, обкатку транспортного средства будет проходить в ближайшее время. Далее, 4 транспортных средства уже сертифицированы. Это 48-местный «Юнибус», буквально мы получили информацию о том, что прошли сертификацию, должны получить сертификаты. Это на 48-местный «Юнибус», который состоит из двух частей, и на 18-местный, трехсекционный, который тоже проходил обкатку на территории «Экотехнопарка». Вот таким вот образом. То есть это то, что мы сделали на сегодняшний день. Далее, у нас есть 15-этапный план, и он, в принципе, начинался в 2014 году, и планирую закончить его концом 2017 года. Но, как говорит действительно Анатолий Дарвич Юницкий, что планы – это не догма, это, скажем так, вектор направления развития компании. И, в принципе, в каком-то направлении чего-то, возможно, не доделано, потому что мы планируем на территории «Экотехнопарка» к концу 2017 года построить высокоскоростной «Скайвэй». Но высокоскоростной «Скайвэй» сейчас в ближайшее время уже начинаем строить. Я сейчас скажу, да, попутно было сделано еще, скажем так, два вида транспорта, о котором поначалу даже никто не заикался и не думал, что в этом направлении мы будем развиваться. Что хотелось бы еще сказать. То есть, действительно, Беларусь нам оказала теплый прием. На территории «Экотехнопарка» проведено огромное количество работ. То есть, огромное количество международных делегаций, приезжая на территорию Республики Беларусь, убедились в том, что существует транспорт. Кстати, вот совсем недавно, в последний месяц, было две делегации из Объединенных Арабских Эмиратов. И как раз-таки генеральный конструктор нас обрадовал тем, что Объединенные Арабские Эмираты, выбранные, скажем так, за базу, то есть, являются той страной, где будет построен высокоскоростной 25-километровый участок, и будет строиться еще участок протяженностью 2,5 километра городского транспорта. И в дальнейшем на этом же участке будут испытываться, проходить обкатку, специальные транспортные средства SkyWay для перевозки контейнеров весом до 35 тонн. Скорость, скажем так, этих транспортных средств предполагается порядка 150 км в час. То есть, я не видел, чтобы контейнеры перевозились по поверхности Акмонита с такой скоростью. Хотя, конечно, иногда грузовые поезда едут со скоростью 60-80 км в час, у нас ровно в два раза будет увеличена скорость движения транспортного средства, которое будет перевозить контейнеры. Итак, Объединенные Арабские Эмираты, то есть страна, в которой, как заявил генеральный конструктор, с сентября месяца наша компания приступает к строительству первых адресно связанных проектов. То есть мы начнем строительство вот этих двух участков, и в дальнейшем на базе того, что мы продемонстрируем на этих участках, будут к этому, скажем так, цепляться другие адресные проекты, которых на сегодняшний день там уже не один десяток. И протяженность, скажем так, этих потенциальных адресных проектов уже свыше тысячи километров, и стоимость этих дорог, которые предполагается строить в дальнейшем, порядка 10 и более миллиардов долларов США. То есть это будет строиться в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, соседняя Савдовская Аравия, это Египет, и еще целый ряд стран Ближнего Востока, где будут строиться дороги. Причем, как говорил Анатолий Дарвич Юницкий, вы знаете, что, например, военная техника и другие варианты выпускаются, вот тропический вариант техники. То есть действительно повышенная влажность, высокие температуры, часто песчаные бури и так далее, сильные ветра, но наша техника, наша, скажем так, технология, как никогда подходит к использованию на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И в обращении к Анатолию Дарвичу Юницкому как раз-таки представители правительства этой страны сказали, что да, мы вам отдаем участок площадью 50 гектар, причем если в Беларуси, например, мы получили 36 гектар и заплатили за аренду долгосрочную, то в Объединенных Арабских Эмиратах участок, который стоит 750 миллионов долларов, отдается бесплатно, на нем будет осуществляться строительство вот этих адресных проектов, первых о которых я вам уже сказал. У нас осталось 13, 14, 15 этап. То есть вот именно во время этих трех этапов и осталось нам воплотить высокоскоростной SkyWay, и вот грузовой, например, Unicom, и так далее, и так далее. И после этого, как говорит Анатолий Дарвич Юницкий, в принципе финансирование технологий будет уже осуществляться целевыми платежами, авансовыми платежами тех адресных проектов, по которым будет осуществляться строительство дорог SkyWay в разных уголках земного шара. Соответственно, инвестиции посредством краудинвестинга после этого будут прекращены, и те люди, которые успели инвестировать денежные средства на этапах, как сейчас мы говорим, финансирования непосредственно корневой технологии, как мы говорим, корневой компании и так далее, эти люди в дальнейшем будут получать доход в виде дивидендов от прибыли компании в тех многочисленных адресных проектах, которые уже сегодня, в принципе, существует не одна сотня потенциальных этих заказов. Но по мере строительства вот этих двух адресных проектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что количество этих адресных проектов будет только увеличиваться. Кстати, Алексей Суходоев на второй день, который проходил конференцию компании SkyWay Capital, сообщил, что в субботу, это было у нас получается 4 августа, был подписан договор об адресном проекте строительства той, скажем, трассы, о которой говорил Собиряков и Суходоев, используя там блокчейн-платформу, в кантоне Сан-Бернардино, это Швейцария, то есть вот еще можно, скажем так, обрадоваться тому, что у нас появился еще один адресный проект, и об этом было заявлено на конференции. Что еще хотелось бы отметить, да, вот из вех развития группы компании SkyWay, компании SkyWay Capital в частности, да, генеральный директор компании SkyWay Capital в воскресенье Евгений Кудряшов сообщил еще важную информацию о том, что запущен в работу инвестиционный фонд, да, под названием Royal Capital Group, который самый что ни на есть инвестиционный, то есть юридически соответствует, скажем так, более года велись работы, всем, скажем так, юридическим сторонам большинства стран мира, это сделано для инвесторов, которые готовы инвестировать денежные средства в 10 тысяч долларов и более, то есть это самый что ни на есть фонд с банковскими счетами, на который люди, желающие инвестировать свои денежные средства в проект, могут инвестировать 10, 20 и более тысяч долларов США. Для более мелких инвесторов у нас останется компания SkyWay Capital, где люди смогут выкупать пакеты от 15 долларов там до 150 тысяч долларов, то же самое, да, но фонд Royal, он позволяет людям, скажем, ну, с гораздо меньшим риском, да, как вот тот, к чему мы стремились, потому что это самый что ни на есть фонд, ни один банк уже не будет задавать вопрос, куда вы переводите денежные средства, потому что люди просто-напросто будут инвестировать денежные средства в инвестиционный фонд. Зарегистрировано на Каймановых островах, как я сказал, все разрешительные документы получены, юридическая подоплека завершена, и уже в ближайшее время люди могут инвестировать через данную платформу, то есть еще один фонд, который позволяет людям становиться совладельцами технологий. Что еще хотелось бы добавить? Очень важный момент, на который следует обратить внимание, то, что Анатолий Эдардович Юльницкий сообщил, что группа компаний SkyWay, специалисты компании SkyWay вместе со специалистами и с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов создают принципиально новую технологическую платформу на основе блокчейна. То есть все, что будет делаться внутри нашей технологии, скажем так, информацию о передвижении транспортных средств, непосредственно производство SkyWay, путевой структуры и так далее, и так далее, все это будет создаваться на основе блокчейна, и вот на этой базе будет создана своя собственная криптовалюта. Криптовалюта, которая не просто, да, вот как сейчас в большинстве своем появляется много криптовалют, и назначается какая-то цена, и непонятно, от чего она растет и падает, там, и так далее, и так далее. За этой криптовалютой будет стоять технология, которая будет использоваться во многих странах мира. Соответственно, как я уже говорил, по мере того, как технология будет приносить пользу людям, стоимость, как отдельно взятой доли, которые есть, да, сейчас, на сегодняшний день, вы можете и владеть, так и в дальнейшем токен, который будет, да, и, кстати, будет происходить обмен по мере развития данной платформы. Сначала те люди, которые инвестировали денежные средства в нашу технологию, в 2014 году смогут обменять какое-то количество долей на токены нашей криптоплатформы, криптовалюты, да, потом 2015 год и так далее, и так далее. Но это, в принципе, справедливо. Тот, кто начинал когда-то, им большие привилегии, потому что они поверили именно тогда, когда в это было трудно поверить. Ну и что хотелось бы добавить, то есть, действительно, на Акофесте мы получили подтверждение того, что компания жила, активно развивается. Сегодня, как я говорил, уже более 700 человек работают только в минском предприятии. Активные работы сейчас начинаются на территории Аравийского полуострова, в частности, в стране под названием Миноноарабские Эмираты. Мы все очень рады этому всему, мы долго к этому шли, и вот это случилось. Соответственно, остался 13, 14, 15 этап. Вот то, что я сегодня рассказал, если есть новички, лучшее, что я могу порекомендовать, не долго думать, да, ну, хотите разобраться, какие-то тонкости узнать, конечно, посмотрите видеоролики, посмотрите, скажем так, необходимую информацию в печатном виде на наших изданиях, что из себя представляют технологии, если до сих пор возникают какие-то сомнения, да, и сделайте правильный шаг. Какой вам виднее, но я знаю, что те люди, которые становятся владельцами технологии сегодня, они очень близки к тому, чтобы сильно и круто изменить финансовую составляющую их жизни в лучшую сторону. Даже если она сегодня хороша, да, то она будет еще лучше. Если сегодня в вашей жизни что-то не так, вы бы хотели улучшить, скажем так, свое состояние в направлении финансов, то для вас это отличная возможность. Я вам предлагаю просто, если вы еще не зарегистрированы, взять ссылку у того человека, который вас пригласил сегодня на презентацию, зарегистрироваться, да, и лучшее, что вы можете сделать для себя сегодня, это в течение 7 дней верифицироваться и купить какой-либо из пакетов после регистрации. Потому что вы еще получите подарок в виде 10% от того количества долей, которые вы купите, на премиальный счет. Также, эта акция длится у нас с начала 12-го этапа, возможно, на 13-м этапе, на который потенциально мы можем перейти уже в сентябре, как заявил генеральный конструктор, что осенью мы переходим на принципиально новый этап развития компании с началом строительства адресных проектов, но плюс ко всему мы и будем двигаться по этапам. То есть, соответственно, скоро может снизиться дисконт. Вот, поэтому те люди, которые вас окружают, вы сами, да, лучшее, что вы можете сделать сегодня, это увеличить количество долей, если вы уже владеете каким-то количеством долей, да, либо, если вы еще ничего не приобрели, просто стать совладельцами этих пакетов и предоставить как можно больше информации своему окружению о том, что есть такая возможность. Почему? Потому что у нас еще есть очень важный момент, программа лояльности, по которой вы уже сегодня можете создать свой крупный бизнес в сотрудничестве с компанией Skyway Capital и создать себе очень серьезный источник дохода даже до того, как вы будете получать дивиденды, либо перепродавать, возможно, свои пакеты долей, когда они будут котироваться на биржевых площадках. Вот таким вот образом. Время – деньги, да, в этом убеждаюсь и каждый день. Время – это то, над чем мы не властны, то, что нельзя остановить. Вот. Чем больше вы количество времени хотите провести, скажем, в состоянии таком, когда просыпаешься утром, но у тебя нет, скажем так, мысли, куда тебе надо бежать для того, чтобы заработать просто на хлеб насущный, вот, для этого вы просто можете сделать. Чем раньше вы сделаете шаги вместе с нами, да, станете совладельцем технологии под названием Skyway, тем вероятность того, что у вас будет более счастливая, радостная жизнь у вас, у ваших родных, близких, детей, внуков и так далее, и так далее, она выше. Я вам предлагаю просто начать двигаться вместе с нами. Итак, коллеги, если есть какие-то вопросы, я бы с удовольствием их услышал. Вот. Кто-то спрашивал меня, где взять ссылки на ролики, которые я показывал. Я сбросил своему партнеру, скажем так, ссылочки. Он должен разместить сейчас в чате нашей трансляции ссылки на ролик сравнительной характеристикой транспорта Skyway, и я ему сбросил еще ссылку на грузовой ролик. Но, в принципе, на тех ресурсах, на которых вы найдете, перейдете, найдете один ролик, там можно найти и остальные. Итак, друзья, какие есть вопросы? Еще раз хочу извиниться за то, что трансляция немножко прерывалась там в связи, скажем так, с интернетом. Кто-то пишет, я вижу, что привет из Германии, классная презентация. Ну, спасибо вам огромное, спасибо за то, что вы посещаете эти мероприятия. И просто вам хочу сказать, те, кто сегодня нас слушает, давайте сделаем с вами следующего. Смотрите, следующий понедельник мы обязательно в 17 часов будем проводить презентацию. То есть мы проведем ее в форме, как обычно, да, то есть мы расскажем о технологии, о ее преимуществах, об инвестиционных возможностях, о тех выгодах, которые получают люди. Поэтому если вы пригласите на нее новичков, те, которые еще не слушали информацию, либо те, кто давно от вас слышал, но забыл, чем больше людей будет эту информацию получать, тем быстрее мы будем продвигаться к тому, что, скажем так, будем получать дивиденды от реализации технологий. Потому что финансирование пока по-прежнему идет таким способом, которым мы двигались уже 4 года, но уже, как я сказал, как сказал генеральный конструктор, мы начинаем в сентябре строить адресные проекты. Это очень важно, это нас очень радует. По поводу ссылки на фонд Royal Skyway, вы знаете, мы это обязательно объявим. Мы разместим новость на наших ресурсах со ссылками и прочее, и я думаю, проведем, может быть, даже запишем какой-то видеоролик или проведем презентацию касаемую фонда Royal Capital Group. Сейчас я вам ссылку дать не могу, потому что, ну, во-первых, нельзя это делать, никто не дал. Мне на это отмашки, как говорится. Принято руководство с Минска сказал Евгений Кудряшов, генеральный директор, что этот фонд уже имеет возможность принимать платежи и так далее. Когда скажут нам это сделать, просто это важный вех, и мы о ней сказали, и мы начинаем работать в этом направлении. Какие еще вопросы, коллеги? Так, спасибо за ваше спасибо. Официально группу кто-то сбросил, я вижу, в чат ролик, ссылку точнее на YouTube-канал. Ну, вопросов, я смотрю, не появляется особо, да, касаемо чего-либо. Если вопросов нет, ну, могу немножко, действительно, еще буквально минуту задержать вам, передать просто свои эмоции. Коллеги, реально то, что вот я видел на территории Экотехнопарка, меня почему радует? Я был на всех трех экофестивалях, да, я начал, скажем так, сотрудничать с компанией, когда еще не было тестового участка. Я помню тяжелые времена развития нашего проекта, это октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года, когда, скажем так, не столь интенсивно шли инвестиции именно в наш проект, да, когда, скажем так, ну, приходилось, наверное, все-таки выживать, где-то сомневаться. Когда деньги были большие, заморожены в Литве, соответственно, невозможно было начать строительство, да, то есть, ну, нам вроде бы включили зеленый свет, а потом тут же дверики закрылись, завести деньги на три года. И только вот в семнадцатом году, скажем так, были разморожены деньги, там, близки к миллиону евро, которые на тот момент были собраны, и, соответственно, это затормозило развитие проекта, ну, где-то года на полтора-два. Благо в Беларуси в пятнадцатом году нашли, скажем так, пошли навстречу, выиграли мы аукцион по земле, долгосрочную аренду взяли, с пятнадцатого года началось вот это строительство, да, и проделал огромный объем работы. Вот, то есть, первый экофестиваль, я помню, мы приехали, это апрель месяц, ну, было достаточно прохладно, порядка семисот человек, на экотехнопарке был только нулевой километр, вот, и несколько, скажем так, промежуточных опор, и не до конца была достроена даже анкерная опора, там, где сейчас музей и так далее, и так далее. На втором экофестивале мы приехали в прошлом году, уже в движении были продемонстрированы грузовой юнитрак, кстати, о котором я вот не сказал, да, то есть, для перевозки сыпучих грузов, юнибайк и четырнадцатиместный юнибус. И стоял сорока восьмиместный, просто вот, что вот у нас будет такой транспорт, вот, мы ведем разработку такого вида транспорта. Сегодня, вот, точнее, позавчера, в движении мы видели уже, скажем так, на пассажирской трассе сорока восьмиместный, шестиместный на высокой трассе Skyway, да, и те люди, которые проехали, вот, мне не довелось там прокатиться именно в этом транспорте, я бы хотел, конечно, посмотреть с высоты, не то, что птичьего полета, но все равно, над землей, да, как там комфортно и так далее. Вот, четырнадцатиместный юнибус, который перевозил, ну, и меня в том числе. Мы ввели репортаж с него, в группе ВКонтакте можете найти записи, скажем так, как мы ехали с нашими сотрудниками в четырнадцатиместном юнибайке, потом рассказали, как это все происходит и так далее, и так далее. Единственное, там были проблемы со звуком, нам сбили немножко флеш-модем, который стоял, и был небольшой сбой по звуку. То есть, все это развивается, все это, скажем так, двигается в выборном направлении, и я думаю, те люди, которые сделали свой выбор в четырнадцатом году, сейчас они совсем не жалеют. Те, кто приходят сейчас, но они и сейчас могут сомневаться, потому что сомнение – это нормальное человеческое качество. Но, тем не менее, проект двигается, мы развиваемся, вот, поэтому принимайте решение. Так, подробнее о токенах я вам сейчас сказать не могу, знаю, что, скажем так, этим занимаются уже представители компании, то есть, да, в самой компании, в группе компании Skyway есть люди, которые будут заниматься развитием этого направления. И, как сказал Анатолий Дорожевич Уницкий, представители Объединенных Арабских Эмиратов, страны, которые, скажем так, блокчейно относятся пиететно, и, скажем, это направление активно развивается на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, позже нам расскажем по мере того, как это должно выглядеть и так далее, и так далее. Я сейчас, если честно, я вот стараюсь искать информацию последние полгода, там, вот, о токенизации, вот, цифровизации экономики и так далее, все довольно сложно. В основном нарываешься на людей, спекулянтов, которые просто вложили какое-то количество денег, говорят, вот, это круто, это не круто, это надо купить, это продать, и все. Вот, а ICO, процедура, да, вот, 90-95% ICO, это, скажем так, процедура привлечения денежных средств к какой-то идее, 95% тоже оказываются фейками. Вот, мы же будем, как говорил Анатолий Дорожевич Уницкий, плавно выводить на мировой рынок криптовалюту, которая подкреплена той технологией, которую мы сейчас развиваем. Вот, людей было примерно столько же, как в том году, так и в этом году. Итак, коллеги, я, наверное, на этом буду заканчивать сегодняшнюю презентацию, мы, в принципе, сегодня уже говорим больше часа. Спасибо вам огромное, что поддерживаете нас, то, что, скажем так, бываете с нами на этих мероприятиях. Еще раз, не то, чтобы лозунг бросая и так далее, но давайте на следующей неделе, в понедельник, соберем 17 часов, чтобы нас было больше, у людей появится, возможно, больше вопросов. Приведете новых людей, которые могут заинтересоваться технологией на данный момент, соответственно, им сделаете пользу, ну и сами не останетесь в обиде, как говорится, да. Сами будете вознаграждены за свои действия. Я же на этом с вами прощаюсь. Здоровьем, любви и денег, вот, хорошего настроения, радости в сердце каждому дню, который вы проживаете, да, и чтобы этот день приносил пользу вам, приносил пользу другим, вот. И чтобы вы радостно каждое утро в предвкушении вставали из постели, ну и двигались по этому миру с улыбкой, с радостью, как я вот иногда люблю говорить, громко выгачая, дико взираясь. Всем здоровья, любви и денег, отличного настроения, до свидания, до следующих встреч на волнах Skyway Capital, вот, с удовольствием с вами пообщаемся. До свидания, я заканчиваю трансляцию. Продолжение следует...